Сломался, в общем, бойлер. Я не являюсь специалистом по ремонту бойлеров, но покопавшись в интернете, нашел, почему такое могло произойти. Давайте, ну, тут мы уже, в принципе, все начали делать, поэтому сейчас небольшая предыстория, а потом покажу, что мы уже сделали. В общем, бойлер, называется Grand Term, стал течь. Течь он стал здесь, где находится, ну, вот эта штучка, которая держит ТЭН. Вот, почему он стал течь? Потому что ТЭН перегрел воду, ну, точнее, нагрел воду, и должен был сработать вот этот вот клапан. Тут обратный клапан стоит с защитой. То есть, в случае, если температура будет, вернее, давление в баке будет превышать положенное, отсюда должно устраавливать. Но, видно, здесь все за время использования закоксовалось и забилось, и он не сработал. Поэтому, стало сказать, самое слабое место, и самое слабое место оказалось в прокладке, вот здесь вот, где находился сам ТЭН. Вот. То есть, получается, не надо перегревать бойлер, если он уже много лет ему. Он, видно, был поставлен на большую температуру, и давление при нагреве расширялось. Вот. В принципе, чуть-чуть вон отложения есть небольшие. Вроде бы их не так много с этой стороны. С этой стороны плохо. Ну, вот, видно. Так что мы сняли. Вот здесь вот была протечка. Вот здесь была протечка. Вот. Я думаю, что нужно отдельно купить вот эту прокладку. Она уже продавлена со временем. Отдельно купить ТЭН. ТЭН, по-моему, пробивает. Вот. Отдельно вот эта штучка, терморегулятор, я думаю, покупать не нужно. Он, скорее всего, нормально работает. И нужно заменить вот этот магниевый стержень. Скорее всего, что из-за него, из-за того, что его долго не меняли, все и произошло. Смотрите, какой он тонкий стал. Он вообще должен быть очень толстый. Где-то минимум с палец толщиной. Вот. А он очень тоненький стал. Вот. Сейчас надо разобрать вот эту всю систему. И, собственно, уже с отдельными запчастями идти в магазин и покупать то, что нам нужно. Это вынимаем. Массу откручиваем. Вот у нас получается вот такая вот деталь. Отдельная. Вот. Я думаю, что она еще дальше разбирается. Скорее всего, должна, во всяком случае, разбираться. Просто. Да. И тут у нас идет шестигранничек. Круто. Его мы выкручиваем. И все эти штучки отдельно у нас получаются. Шестигранничек у меня дома. Вот. Шестигранничек. Ну вот отдельно эта штука, отдельно вот эта, уже сплюснутая, но это, я думаю, не продается. На всякий случай возьму, конечно, это тоже. Был вот такой, купил вот такой. Тут, правда, входы вот такие. Тут вот такие. Дальше резинка, вот эта старая резинка, вот эта новая резинка. Купил еще вот такой вот клапан, чтобы можно было сбрасывать воду. Так, и вот у нас анод был, вот новый анод. Дальше купил резинок, фум-ленту. Ну и все, сейчас будем снимать и мыть. Давайте будем откручивать. Это у нас вход, это у нас выход. По идее, тут ничего у нас не должно, не должно у нас тут ничего выливаться. Выкручиваем. Ну и, конечно, по ходу дела смотрим. О, ну тут, видите, еще и резиновая прокладка, вот, которой уже нету. Вот она, остатки. И фум-лента. О, она просто на крючочках? Да. Так, мам, протирай. Это прикольно, что на крючках. Они все на крючочках. Да. 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 Ого. 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 Какой кишмар. Смотрите, какое качество. То есть, этот обратный клапан старый уже толком не работает. он нажимается, но он, наверное, нажмется, когда будет такое давление, что сам болер уже лопнет. То есть, тут он вообще не нажимается. Вот здесь он должен нажиматься, а он не нажимается. Вот из этого, кстати, и сломался болер. То есть, эта штука должна была сработать по давлению. А вот здесь, то есть, вот она эта часть. Смотрите. Разная. Это нажимается легонько. А теперь заржавела уже, наверное, да? Да, заржавела. От воды, наверное, вода такая плохая. Маде и на Италии написано? Нет, это Италия. Вот. Маде и Италии. Сколько же там, наверное, лет четыре, года четыре, наверное, да? Вот эта штука. Все равно, видишь, вода такая. Вот старый кран еще, тоже подуставший. Ну, в принципе, он еще работает. А можно же потом заменить его? Или нет уже? Ну, в принципе, можно. Но лучше его сейчас, конечно, менять. Но он вроде нормальный еще. Он закрывает, да? Внутри. Покажи. Подожди. Поверни еще. Да, все работает. В общем, продолжаем мыть. Покажу, как помыл. Ну, просто смываю, вымываю, выливаю. Может, периодически покажу, какая вода выходит. Какая вода выходит? Шоколадная берега. Вода такая. Мы сейчас, наверное, крупные фракции пособираем и в мусор выбросим, чтобы не забилась эта раковина. Поэтому я там закрыл. Вот. Ваню мыть не очень прикольно. Вот. Достал руками. Я не знаю, что это. Если это накипь, то еще ничего. А если это отслаивается сам бойлер, то плохо. Ну, вроде бы, накипь. Вот что может быть в бойлере, если долго не менять анодный стержень. Первая промывка. Вот такая фигня у нас. Такой фигней. Пытаюсь, чтобы соскоблить хотя бы часть, как это называется, в чайнике. Накипь. А, накипь. Накипь. Да. Ну, она какая-то не просто накипь, а ржавая. Накипь. Накипь. Очень хорошо она всякую мелочь достает из резьбы. Вот. Ну, потом еще посмотрю, может еще что-то достану. Ну, просто показываю, что удобно это делать, старую зубную щетку. Ну, все. Сейчас мы сливаем. Здесь находится датчик температуры. Он пластиковый. Нельзя на него опустить бойлер. Бойлер тяжелый, раздавит его на фиг. Здесь вот у нас крепление идет под бойлер. Оно, видите, мешает провернуться, чтобы расположился бойлер бочком. Поэтому приходится лавировать. Вот так вот. По чуть-чуть с той стороны, по чуть-чуть с той стороны. Вот. Его нужно подсунуть чуть-чуть ближе к тому краю. Но, так как он полный, это сделать не получается. Поэтому половинку сливаем. Не, он сегодня не пойдет. Не, не пойдет. Ложишься дворчик. Так. Что-то я вообще мало снимаю. Здорово. Надо фигуалом швейца. Спасибо. Ну вот. Короче. По чуть-чуть аккуратненько отливаем. Это здесь упали? Специальные бортики. Так. На тряпочке. На тряпочке. Теперь нужно осторожненько его сместить. Особенно смещается. Так. Еще не сместить. Бережем спину. Спина нам пригодится. Более того, не стоит. Поэтому. Я сейчас придерживал, чтобы она не упивалась на эту пластиковую штуку. Он мне взял и развернулся. Сейчас, секунду. Специально вам показываю, как это нелегко. Вот, разворачиваем и опускаем. Мне кажется, такое только себе можно делать. Вряд ли кто-то будет вам такой человек. Не знаешь? Только если это будет очень дорого стоить. Я думаю, что если взять, например, в частном доме, вынести полер на улицу, положить его боком и промыть, тогда нормально. В ванне это вообще не вариант. Это в частном доме, а если в ванной? В ванне это вообще не вариант делать. Мне кажется, мастера вряд ли такое будут делать. Ну да. А если мастера такое делают, скажите, сколько это стоит? Да, если мастера делают, то мастера молодцы. А теперь проблема. Перевернуть, да? Нет, не проблема перевернуть. Проблема в том, что он дальше не выливается. А он наполовину полон. Мне кажется, уже там можно слить немножко. Только сеточку положить какую-то туда. У мамки троих классная сеточка была. Угу, сеточка, которую они будут пропускать. Так, сейчас волкать. Вот этот весь мусор. Грязевые ванны. Да не говори. Так. Выходи. Может помочь? Видишь? Ага. От холодной воды, да? Ага. А может залить все-таки уксусом? Сейчас, посмотрите, вон как отвалилось. И вон как не отвалилось. Я не знаю, как это все убирать. И будем ли мы вообще это все убирать. Не знаю я. Это осадок в ванне, смотрите какой. Ну вот, сошкрябали, смотрите, уже насколько лучше. Сейчас будем это все смывать. Так, сейчас мы, короче, берем, ставим табуретку на пол. Переворачиваем. И вот эту штуку ставим, смотрите. Да. Вот, поставили, стоит устойчиво. Откручиваем. А, ты так хочешь с ней рубить? Да. Откручиваем вот эту штуку. Вот, отставляем эту в сторону. И берем, направляем туда шланг и врубаем на всю. Вот, отстойчиво. И, конечно. Вот. Вот. Я думаю, тут фракции крупные, а там ситочка есть, крупные фракции там все равно не пролезут, мы их уберем, а вода вон нормально проходит. Блин, вода-то похолодная, ах, главное, чтобы напор был хороший, в нашем случае напор хороший, наверное, достает на самый верх. Ну вот, я думаю, что это нормально. Вот это все было в этой штуке. Получается, этот весь слой поснимался. Сейчас мы еще, может, этот поснимаем. Если честно, я уже ничего не хочу снимать. Ладно, все, сейчас собираем назад. Тут нити нет, это там в одном месте. Ой, вон там еще где-то там. Да. Так, короче, все. Все, собираем все назад. Считай шикарно. Аккуратненько. И вешаем. Вот такая у нас идет прокладка. Так, здесь у нас вот эта штучка идет вот так. То есть у нас вот сюда в пазике вставляется вот эта резиночка. Ну, вроде как, вроде как все нормально. И смотрите, здесь болтик, я вам сейчас покажу. Здесь болтик с шестигранником, который подходит от мебели. Вот мебель, когда вы собираете. Вот болтик, мы его закручиваем. Так, надо осторожно не сломать вот эти штучки. Потому что они тут на пайке, конечно. Зажимаем так, чтобы резинка тут у нас продавилась. Потому что отсюда у нас тоже может... У нас, кстати, отсюда, по-моему, и протекала. Кстати, прикольная штука. С него можно делать... Те, кто знают, те знают, что с него можно делать. Я лучше промолчу, что с него можно делать. Видите? Наискось. А это не здесь хорошо. Значит, надо чуть расслабить. Кстати, что касается вот этого ключика. Вот этот ключик, смотрите, у меня здесь. Мадейн. Подожди секундочку. Ключик, смотрите, здесь написано Мадейн Джермани. Мадейн Джермани. То есть он не портится. Я думаю, что если взять обычный, который ключик в комплекте идет с мебелью, его, наверное, придется постоянно стачивать болгаркой, чтобы справиться со всем этим откручиванием и закручиванием. Так, сейчас мы поровняем. Есть такие наборы отверток, которые... Которые стоят вроде бы дофига денег. Казалось бы, что там такого? Что он там дорого стоит? Угу. Которые разные на диаметрах. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я, наверное, его не буду сейчас зажимать. Дваймушку я вот так подержу, когда ты будешь зажимать, и оно не съедет. Не-не, я его просто не буду сейчас зажимать. Я его зажму потом. Смотрите, сколько в бойлере было всякого мусора. Это еще крупные, а мелкие уплыли. Да, это крупные. Тут 80-литровый бойлер превратился в 60-литровый по объему. Ну, реально, смотрите сколько. Да, вообще. Пол ведра, блин. Так, это я проверяю, ставит ли резину. Резинку или обойтись фум-лентой. Ну, наверное, я и фум-ленту сделаю, и резинку поставлю. Хотя, в принципе, я смотрю, что... Дело в том, что здесь резинка будет давить на пластмасску. И я не знаю, нужна ли она эта резинка. Она, может быть, даже все испортит. Как раз вот тут резинки нету, можно ее сюда поставить. У меня там еще есть резинки. Да, сюда-туда. Сюда я однозначно поставлю резинку. А вот сюда, я думаю, что она, может быть, даже не надо. Хотя... Вот так пойдет. Да. Смотрите, кстати, чтобы болтики были в пазах. Сейчас я вам этот момент покажу. Вот паз. Если болтики будут здесь, то при зажатии они просто вывалятся. Вот, если болтики у вас все будут здесь, они просто при зажатии вывалятся. То есть, они должны быть вот в этих пазах все. У нас этот полумесяц должен быть с этой стороны. он у нас должен быть. Поставили его назад. Зажимаем. Зажимаем по диагонали. То есть, зажимаем один болтик. Следующий зажимаем по диагонали. Еще прагномерная затяжка у нас была. Потом снова по диагонали. Зажимаем. Ставим. 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 Термодатчик. Плотно должно зайти. Так. Зашло. Да. Все плотно зашло. Закручиваем. Звук. Землю. Закручиваем. Землю. Так, контакт должен быть чёткий, чёткий. Лампочку, вот теперь проверяем, где у нас тут закруточки, вот у нас закруточки и вот у нас, пожалуйста, регулировка температуры. Вот закруточки сейчас мы с вами. Так, вот это всё вытянуем. Смотри, как чётко рассчитано, чтобы можно было закручивать. Вот это, чтобы по кругу, да? Да, да. Может быть неприятности, если там грязь какая-то в трубке этой забилась. Надуваем и закрываем. Надо иметь лёгкие очень хорошие. Перекрыли, смотрите. Здесь клапан обратный держит, здесь мы перекрыли этот. и таким образом можно проверить, что держит бак давление или не держит. Хорошо было бы манометра поставить, но манометра нет. можно, как вариант, взять этим самым пенкой и вот здесь проверить пенкой, как газовый баллон проверяете. Вот мы зеркалом так посмотрели. Вот видно, да, видно, что петля там держится. Так, ну всё хорошо. Открываем. Вот. И тут открываем. Ну и всё, смотрим, пока оно набирается, пока. Работает. Открываем кран на кухне. Он начинает дуть воздухом. Идём, где покажу. Вот. И ждём, пока с него пойдёт вода. Открываем горячую воду и вот сейчас пока воздух выходит. Это с болера идёт воду. Она должна быть грязной. Она пошла. И только чуть-чуть буквально была грязной. Вообще одна секундочка. Даже и не секундочка. Только знаешь, первых два таких таких. Ну, пробуем. Двадцать... Двадцать пять градусов. Двадцать пять. Двадцать два или сколько? Двадцать два, да. Двадцать три. Да, ну вот смотрим. Понятное дело, что до пятидесяти лучше не дотягивать, но я просто показываю, что вода горячая. Поднимается. То есть, что болер нагревается. Ну вот, сорок. Может, до пятидесяти. Пятьдесяти? Да, выше. Да, короче. Видно же, что она нагревается. Он тут уже... Он не предназначен просто для этого. Это не такой термометр. Пытёк. Вот отсюда. Так, если вот это включить, приток... Вот. Он течёт. Течёт. Короче, болер. Ну всё, видите, как он течёт. Вот так вот он течёт. Т.е. Это, скорее всего, проблема в баке. Т.е. 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 Сморянка. Сливаем воду. Поставили новый болер. мы уже заменили все чтобы ничего не требовало к себе внимание чтобы не пришлось чтобы не пришлось так тратиться советую вовремя менять анод